КМП или Kill Me Please – самые трэшовые истории из реальной жизни со всего интернета. Пошел на очень важное собеседование. Друзья помогли, все уже было почти решено. На последние деньги купил дорогой костюм. Оставалось только показать себя руководству. Очень нервничал вечером и заснул очень поздно. С утра выпил энергетик и пока ждал руководства, безумно захотел пописать. Пошел в туалет и хз, как так получилось, обоссал штанину на светлых брюках. Пока ждал, когда высохнет, руководство ушло. Нет денег, нет работы, только обоссанный костюм. Три с половиной года отношений с парнем. Решили вместе снять квартиру. Вместе нашли подходящую, чтоб мне и ему на работу удобно ехать. Договорились скидываться, по уровню зарплат как раз все норм. Я переехала первой, он тормозил. Заплатила за первые два месяца, потратив все сбережения. Через неделю узнала настоящую причину, почему парень не переезжает. Он заявил, что пока не купит себе новый комп, ни о каком переезде речи быть не может. А с его аппетитами это полгода, а то и больше. Зарплаты хватает только на оплату квартиры. Еду покупать не на что. Родители из-за кризиса сидят в долгу более 20 тысяч уе. Ни о каких деньгах их просить не могу. Парень отказался помогать. Все подруги советуют с ним расстаться, а я люблю и на что-то надеюсь. А вчера он мне поставил условие, или я ему помогаю игровой комп купить за 500 тысяч, или мы расстаемся. Ему не хватает еще 200 тысяч. Встречаюсь с девушкой, которая очень любит играть в Симс. С выходом четвертой части она буквально обезумела. Создала семью и сначала просто тратила все свое время на нее. Потом я стал замечать, что девушка стала одеваться примерно как персонаж из этой семьи. Дальше больше. Она начала менять расстановку мебели в соответствии с этой игрой. Накупила похожих картин, украшений и так далее. А потом ее глаз пал на меня. Я начал понимать, что дальше будет только хуже, когда она начала дарить мне вещи, которые были похожи на одежду у персонажа той игры. И вот теперь она требует, чтобы я вел себя так же, как и тот Сим в игре. Теперь я даже не могу нормально сходить в туалет, потому что это расходится со сценарием в игре. Девушка требует свадьбу, потому что в игре персонажи расписаны. А теперь и не знаю, что делать. Жить в такой атмосфере не могу, расстаться не могу, потому что люблю эту ненормальную. То ли в психушку отправить, то ли пустить все на самотек. Познакомился с девушкой. Очень милая, интересная в общении. Абсолютно в моем вкусе. Пригласил ее к себе, выпили кофе, очень мило пообщались. А на диване моя кошка разлеглась. Девушка начала ее гладить, тискать. И тут я от чистого сердца говорю, как же я кошке завидую. Девушка предложила поиграть. Я без задней мысли согласился, попросила пару ремней. Я понял, что я попал, когда один из ремней затянулся у меня на шее, и я был поставлен коленом на четвереньки. Я был в таком шоке, что даже не мог сопротивляться. Я был отлуплен, меня приручили. Подчинялся приказам, но самое страшное, что я потом влюбился в нее. Девятого мая отдыхали с друзьями втроем. Рядом в лесу отдыхали двое парней с тремя девчонками. Словесная перепалка началась из-за несоответствия мнений о футбольных клубах. Отношения выясняли по очереди. В результате у одного из наших сломана нога и откушен большой палец на правой руке. Другой просто в мясо. Их двоих по очереди так отделал один парень. Худой очкарик. На мне не царапины, так как я самый бугай и убежал первый. Теперь менты, суд. Поступила успешно в универ. На летней сессии отчислили. Не сдала один предмет. По-быстрому перевелась в другой институт. Шарашкина контора, блин. Училась норм до третьего курса. В начале второго семестра институт закрыли. Перевестись куда-то не было вариантов. Декан или ректор скрываются с вырученными деньгами неизвестно где. Дождалась лета, поступила снова в другой универ. Второй курс. Не сдаю экзамены. Отчислили. Сижу, горюю на лавочке под деревцем. Поднимаю глаза. Сидит птичка, думаю, сейчас как какнет. И правда, через пару секунд насрала прям на голову. Четыре года встречалась с парнем. Из них два года мы жили в разных городах. Безумно любила его, не изменяла ни разу за четыре года. Ездила постоянно. Все ради него делала. Потом как-то я приехала к нему на Рождество, и он сказал мне, что полюбил другую. Ну, я пожелала счастья, собрала вещи и ушла. В итоге узнала, что он наградил меня всеми возможными заболеваниями, передающимися половым путем. Уже второй год не могу вылечиться. Пошли осложнения. А этот гад еще смеет звонить мне и говорит, что любит до сих пор и хочет меня вернуть. Фу, как противно. Встречалась с парнем четыре года. В отношениях было все отлично. Но он не понимал одного. Моей тяги к походам. И вот ушла я в поход. Вернулась через две недели. Звоню парню, а он выдает, что нашел новую девушку. Вроде как по-мирному расстались, не общались. И тут он через полгода просит встретиться. Приезжает с букетом цветов. Опять просит начать все сначала. А в конце прогулки просит взаймы пять тысяч рублей. У меня молодой человек просто украл два кольца. Подарки умершей бабушки и друзей. Потому что думал, не замечу. И сдал в ломбар. Ходила, выкупала. А сначала говорил, что взял их, чтобы размер узнать. А мы жениться как раз собирались. У моей матушки был бизнес. Не шибко приносящий доход, но и не убыточный. Магазины постельного белья. Весной продажи упали до нуля. Магазины закрыли. Оборудование и товар не отдают. На маме кредиты около ста косарей в месяц. Поставщики подают в суд, чтобы возвращала деньги за товар. Из банков звонят с конкретными угрозами по нескольку раз в день. Ей 45 лет. На работу и так трудно было устроиться. А сейчас вообще нереально. Лето, жара, думаю, залезу-ка я в ванну холодную. Взял телефон, чтобы не скучно было. Лег, наливаю воду, слушаю музыку. Стало холодно, решил сделать потеплее воду. Выхожу из ванны, чтобы на кухне повертеть ручку колонки, чтобы увеличить газ. Каково было мое удивление, когда я увидел перед собой подружку сестры, которой очень долго подкатывал. И ее глаза рассматривающие. Рыли траншею под кабель целую неделю. Пришли с утра, а ее затопило всю к черту, и она обвалилась. Сегодня 31 июля, а сдача 1 августа. Всю сознательную жизнь мечтал заняться своим делом. И вот выделили мне родители для этого денег, ибо еще молот и накоплений не имею. Взял кредит и поехал покупать машину. Буду перепродавать у себя в регионе. Начал с уровня трех косарей, перевез три машины. Последняя, правда, в нули получилась, из-за незамеченного мною дефекта. Уговорил друга ездить со мною, так как он знает толк в машинах, да и везти по трассе удобнее и быстрее. Через два месяца взяли еще кредит, и сразу же взялись за достаточно дорогую для нас машину, за 700 косарей. Нашли покупателя, договорились о встрече у ГИБДД рано утром. Поехали с другом к восьми утра, чтобы в очереди не стоять, и... Машина разбита, друг в больнице, сам тоже в винегрет. А виновник скончался, и деньги за разбитую машину никто не вернет. Я офицер военной службы РФ в областном городе. Зарплата 14 тысяч. Жена сидит дома с двумя детьми. Времени для дополнительных заработков нет. Снимаю однушку за 7 тысяч рублей, так как государство не способно обеспечить жильем. Пообещали хату дать, если подпишу контракт. Подписал на радостях аж на 5 лет, а у них ошибочка там какая-то вышла, и квартиры не будет. А мог бы уволиться и уехать с семьей в родную деревню. Питался бы сейчас нормально, а не макаронами в собственном соку. Сдавал на права 11 раз. Хотел сдать честно, но в нашем славном древнем городе, по-видимому, это невозможно. Инструктору я верить не хотел, поэтому все сдавал и сдавал. В конце концов, милиционер, с которым я столкнулся аж в четвертый раз после выключения камеры, озвучил цену. Решил, наконец, заплатить 12 тысяч за город. Площадку решил пересдавать сам. В итоге тот же самый мент тупо валит меня на площадке. Плюнул, заплатил еще 6 тысяч за площадку. Подходит срок сдачи, звоню, а он говорит, а я повышен и теперь на экзамены не принимаю, а начальник какой-то. Я в шоке. Прошел год, 20 тысяч на ветер. Я бесправ с уже с 14-ми, не с дачами. Узнал, что мой друг подсел на иглу. Пришел к нему и спрашиваю, ничего ли он не хочет мне рассказать. Он и говорит, мол, извини, так и так, я тоже ее люблю. Мы уже как год спим и так далее и тому подобное. Приезжаю к своей возлюбленной и задаю тот же вопрос, мол, ничего ли ты мне, дорогая, рассказать не хочешь? А она меня просто убила. Сказала, что спит с моим братом. Получается, моя девушка спала одновременно со мной, с лучшим другом и братом. А месяц назад я предложил ей выйти за меня. Через неделю свадьба. Увы, жизнь спиной повернулась ко мне сразу после рождения. Я похожа на пустой мешок с кучей костей внутри. У меня крыло-лопаточность, выступающие дальше груди ребра и огромные коленные и локтевые суставы. На моей спине можно посчитать все позвонки. При этом я высокого роста. Я не могу носить нормальную одежду, потому что все недостатки видны. Мне трудно покупать обувь, так как мои ступни слишком узкие и разные длины. Я не могу обнимать людей, потому что делаю им больно. А они делают больно мне. Я пыталась съесть больше и более вредную пищу, чтобы набрать вес и скрыть кости. Но получила только огромные прыщи, фурункулы и гнойники. Мне 27, высшее IT-образование, начитанное, естественно, не женскими романами и детективами. Внешностью тоже не обделена. В общем, разговор поддержу, комп починю, впрочем, если надо, и машину, и мотоцикл. И даже есть приготовлю, пусть не люблю, но умею хорошо. Всю жизнь за мной толпами парни бегали. Красивая девушка-айтишник, интересная и так далее и тому подобное. А мне все не это, да не то. А тут, наконец, влюбилась. Красавица, взгляд не оторвать. Работает, правда, продавцом. Образование не получала и не хочет. Но внешность и улыбка скрашивают все. В общем, очаровала по полной. Ухаживание, прогулки, все такое. А потом, через полгода, она меня бросила. Потому что я шить не умею. Она косплейщица, и ей не шьющая девушка никак не подходит. Иначе откуда она костюмы-то брать будет? Денег-то нет.